Она придумала его имя и фамилию. Так, ты кто? Какой у тебя там грыжик? Ты Поли-Люар? Всё. Будешь? Буду Поли-Люаром? Всё. Мы все знаем, что Поли-Люара это создание Елены Яковлевой. И из всех самых сумбурных художников она выбрала именно Сальвадора Али. Она хорошо сказала, что ты талантливый. А Сальвадор дали гениально. Хотя он еще не был гениальным. Сделал именно анализ. И когда она появилась, все исследователи у него не изменилась режиссура произведений. Потому что она была на голову вышище. Она была интеллектуальной. Она знала все европейские языки. Способность языка у неё была наследственной. Потому что её дядя у отцов стою. Левны. Он знал 29 языков. Вообще она происходила. Боевой потом из урока мусской линии. Из урока щеки езитов. Затем у неё в крови были татарские мусы. Они помогали казаться мусской линии. Но во время захвата казаки Придёт на лёгкий предок. Был схвачен в предок. Крещен. Но ему не понравилось. Он бежит в Сибири. Организует отряд. Градует купцов. Несколько столетий. Но они были все его волской линии. Они все были двое дат. Что такое двое дат? Они поклонялись. И пророжен в Ромеду. И Суцу Христу. И это сохранилось у них. Она бы там знала. То есть был такой у нас. Двое датство. То есть они сначала были мусульмами. Потом завестились. И её дедушка в Ростовской линии был банкиром. То есть кто они стали банкиром? По материнской линии дедушка был купец. Богатый домский купец. Заводопромышленный. То мы после того как провели исследование. Мы сказали для фонда далась. На которую нужно давить. Дальше. Папа у неё. Папа. Закончил недоучку. Закончил 7 классов. Но тем не менее стал сначала адвокатом. Затем стал царским покровом. Ну дедушка. Багдин всё ему купил. По материнской линии у неё. Мама революционерка. Папа царский покров. Мама революционерка. С двумя сроками. Первый срок 10 лет каторги. Но всё-таки отец золотопромышленник он откупил. Второй срок 12 лет тоже откупил. И условие что если ты выйдешь теперь вот два рода сочетается. Род Девулиных и Дьяконовых. Сочетается то тогда. Но тем не менее. После бракосочетания она продолжала заниматься революционной действием. Мы нашли её судебное и следственное дело. Она была 19 лет под надзором полиции. Негласно. Все её передвижения. Всё-всё. Её описание. Там отец денег на существование нет. Живёт нас с уважением от родственников. Ну когда есть богатый родственник. Что же ездить? Не шло им говорить про Россию. Она беременела. Приезжала к отцу царственному прокурору. Рождала очередного ребенка. Папа занимался воспитанием. Воспитание было настолько сильное. Что когда они приехали. Ну пока что мы думали, что они из Томска. Но последнее наше посещение в Томске. Мы в архивы все перерыли. Никто в Томске. Ни Вадим её сыне. И она сама в Томске не ходила на гимнархию. Остался ещё в Барнаул у нас на исследовании. То есть мы проводим всё ещё исследование. Так вот. Когда они приехали в Москву. Когда вернее в 905 году папа прокурор умирает. У мамы закончилась революционная деятельность. Какая революционная деятельность. Когда у тебя четверо детей. Она приезжает в Москву. Снимает 7-комнатную квартиру. Ни дня в жизни не работала. Сын Вадим поступает в МГУ. Ты знаешь что такое поступить в МГУ? Дочь Елена Яковлова поступает учиться в лучшую гимназию московскую. Училась она там сёстрами Цветая. Именно сёстры Цветая дали им прозвище Гала. Гала это праздник. То есть представьте. Она знала своего рода. Она такой потомок чемпида. Кто в ней как дедушка. Кто по одной по другой линии. Она была одета хуже чем все её сокурсники. Она смотрела на них как на пыль. На грязь.